Какие-то вопросы есть сначала, может быть? Ну как, наверное, по ходу. Давай будешь рассказывать, а я буду там уже по ходу. Ну и смотри, рабочие визы сегодня проходим, но прежде чем приступить к каждой рабочей визе отдельно, я тебе расскажу, как немножко это всё устроено. Значит, первое, это нужно иметь работодателя. Это называется джоп-офер, приглашение. Как мы работаем с джоп-оферами? Мы не гарантируем трудоустройство, сразу говорю, потому что бывает так, что человек хочет работу, которую он не может выполнять. То есть у него слабый английский, но он хочет быть, не знаю, топ-менеджером. Или он там не соображает в сельском хозяйстве, но он хочет работать в сельском хозяйстве, потому что его друг работает в сельском хозяйстве, и он, значит, должен работать в сельском хозяйстве. Но вот на ту специальность, которую ему предлагают, он не хочет. А он хочет быть, не знаю, в той, что он не соображает, в той специальности, в которой он не понимает. Ну и более, в общем, не в свою тарелку. Да, и ты понимаешь, как бы им это объяснить очень сложно многим, да, и объясняешь, рассказываешь, он говорит, нет, вот я хочу именно это. Да, и то же самое, как у меня недавно был пример, когда человек сказал, что я могу быть программистом, а могу быть и поваром. Вот это вот из-за этой оперы, значит. Поэтому, ну, он плохой программист и плохой повар, я думаю. Поэтому мы обычно всегда клиентам говорим, что, ребята, значит, мы вам даем джопоферы. То есть мы ищем. Это тоже огромный, сложный труд найти джопоферы, актуальные, которые берут на работу иностранцев. Мы вам даем джопоферы. Дальше вы списываетесь или созваниваетесь с работодателем и общаетесь с ними. У вас должно быть интервью. Интервью проходит, как правило, по скайпу. Работодатель говорит, окей, я вас беру на работу. Тогда он делает приглашение на работу джопоферы, и после этого можно делать рабочую визу. Иногда у клиентов есть... Стоп, подожди, Юрий, смотри, у меня вопросы. То есть поиск работы, поиск вот этого джопофера, клиент проплатил. Клиент проплатил, ему дают там 20 вариантов. Он из этих 20 вариантов обрабатывает. Кто-то ему не ответил, кто-то ему не ответил. Интервью проходит сам. Конечно, мы не можем за него проходить интервью. Как я буду за него проходить? Нет, ну это понятно. Я имею в виду после проплаты, дальше он там общается. Он общается. Допустим, он прошел там 5 интервью, его не взяли. Он говорит, меня не взяли, давайте еще. Мы еще даем ему варианты. То есть мы работаем с ним до последнего, пока он не будет удовлетворен. У нас были случаи, когда нас обманывали клиенты. Мы давали им варианты, там 20, 30, 40. А потом они говорили, ой, вы знаете, как бы ничем не подошло, значит, вот верните деньги. Ну, они договор невнимательно читают и невнимательно меня слушают, либо моих менеджеров. Мы говорим, ребята, мы не гарантируем вам трудоустройство. Мы вам даем джопоферы. Джопоферы были даны? Были. Это актуальные джопоферы? Это актуальные. То, что вас не взяли, либо вы, может быть, нас схитрили, может быть, вас взяли, либо вы сами где-то кого-то нашли, и, значит, вам уже наши услуги не нужны, значит, это ваши проблемы. Мы проработали, мы сделали огромную работу, мы готовы вам еще давать джопоферы, если вы говорите, что вы не нашли ничего. Но мы не знаем, нашли вы или не нашли. Вы заплатили, мы вам работу дали. То есть, мы берем деньги за предоставление джопоферов. Да. Подожди, еще один вопрос по ходу. То есть, после проплаты подписывается с клиентом договор? Правильно. До оплаты подписывается клиентом с договор, с нами, с нами, на поезд джопоферов. А когда джопофер найден, клиент, наш клиент подписывается с работодателем, да, подписывает с ними соглашение, бумаги о том, что его берут на работу. Да. Но я просто к тебе к чему говорю, что ты можешь одному за случаем, что ты скажешь, мне ничего не нашли. А в самом деле ему нашли, просто он хитрит, и он говорит, что ему не нашли. То есть, такого быть не может, чтобы не нашли. По большому счету, даже если он и будет рассказывать, что ему не подошло, не нашли, будем искать дачу. Да, конечно, до упора, пока мы не найдем. Если бы он скажет, слушай, ваши менеджеры ничего не дают, у меня бы такой тоже случай был, к сожалению, бывают моменты, когда и мы косячим, но не я, может быть, конкретно лично, а мои сотрудники, понимаешь? И тогда я просто уволил сотрудника и дал ему другого человека, и все. У нас был такой случай, когда взяли человека, который наобещал там три короба, работал в большой компании, которая занималась трудоустройством, оказалось, что он обещал клиентам, что там даст определенное количество джоп-офферов, а он не давал его. Я его уволил и взял другого человека. Ну, как бы этот человек нашел то, что нужно. Тогда, 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 как бы претензия обоснованная, да, мы ее исправляем и так далее. Ну, сейчас, конечно, сейчас у нас там есть руководитель этого направления по джоп-офферам, девушка, ты потом с ней познакомишься, очень толково, очень ответственно. Сейчас такое просто исключено. Я понял. Договора, которые подписываются с клиентом, они на русском языке? На русском. На русском, да. Ну, мы подписываем на русском языке, а американский работатель подписывает на английском языке. Это понятно. Я говорю с нами. Да, на русском. Которые с нами на русском, да. На договоре подпись ставится чья? Твоя или я должен буду подпись? Моя, моя подпись ставится. Ага, все, я понял. Ответственность несем мы за все. Ответственность несем мы за все, и мы всегда, я всегда готов, там, какие-то там есть разногласия какие-то. Ну, это бизнес, это всегда есть, клиент не понимает что-то, что-то недопонял и так далее. То есть, понятно, что всегда я готов подключиться, поговорить, потому что, ну, понятно, что у нас есть сотрудники, у нас есть франчайзеры, и надо за всеми следить. Так, все, я понял. Дальше. Ну, я еще про джоп-офферы просто договорю тебе. Уже сегодня у нас вот тема джоп-офферов, и мы еще выговоримся. Значит, по, то есть нужно четко, чтобы дали качественные джоп-офферы, нужно четко, чтобы клиент дал. Что он хочет, какую профессию, какой у него английский, какие у него есть варианты по проживанию, допустим, потому что иногда человек говорит, что вот я хочу там Филадельфию, потому что у меня там живет тетя, у которой я смогу жить. То есть, мы должны как можно больше обладать информацией. Тогда проще искать. Если человек говорит, что ищите во всех штатах, еще проще. То есть, как бы тогда, ну, просто-напросто у нас 50 штатов, да, и мы можем там подобрать даже ту же Аляску. Когда человек говорит, я принципиально хочу Флориду, или я принципиально хочу такой-то город, да, или я принципиально хочу, допустим, работать в организации объединенных наций, как у нас сейчас есть один клиент, вот хочет в организации объединенных наций, то они так просто построятся в организации объединенных наций. Поэтому нужно понимать его критерии. И по этим критериям наш сотрудник уже подбирает ему джопофер. Он общается с работодателем, он разговаривает с ним по скайпу, он ведет переговоры с ним. Если ему отказали, не надо расстраиваться, надо продолжать заниматься тем, что искать себе работу. Потому что это тоже труд, и на это надо тратить время определенное. Мы в этом будем помогать. Я тебе могу сказать, даже посмотреть статистику, да, ну вот потом, может быть, следующее занятие сделаем, я тебе покажу статистику конкретно по рабочим визам для граждан Украин. Сколько получают, допустим, H1B, сколько получают J1 и так далее. Ты просто посмотришь, ну давай, может быть, сейчас попробуем. Сейчас, одну секундочку я, давай.